Ламена Федюд Карикатура на пророка Моисея Чан 26, 2015-11-30 Пророк Моисей в исполнении актера Кристиана Бейла в фильме Исход, Цари и Боги, выглядит временами жалко. В некоторых сценах, слащаво. Я понял почему, когда узнал из аннотации к фильму, что до этого Бейл сыграл уже в другом фильме, Иисуса. Понятно теперь, что на нем налипли части роли Иисуса, и к роли Моисея они не подходят. Моисей в книге Исхода предстает воинствующим пророкам, основателям кочевого государства гастарбайтеров, ибру в переводе значит переселенец, мигрант, безжалостным и жестоким мужем, а Христос, ну мы знаем его знаменитую кротость. Появившиеся в разные исторические времена, две личности, Моисей и Христос тотально противоположны друг другу, а режиссер Ридли Скотт, специалист по страшным ящерам из космоса, не смог сбить мягкость Христа с Бейла. Это основное. Ну и конечно же никогда Моисей не был названным братом Рамсеса. Ти. Го. В книге Исхода этого нет. То есть первые же сцены фильма, исторический фальшак, понятно. За многие века до Моисея в Египте, якобы жил Иосиф, режиссер видимо склеил две эти фигуры вместе, получилось среднее арифметическое, результат скорее плачевный. Мальчик-скиненок беседующий с Моисеем от имени бога евреев, или сам бог евреев в образе мальчика, это выдумка режиссера, пощечина иудаизму. Причем мальчик этот, такой поверхностно пошлый либерал. Он обращается к Моисею с речью призванной возбудить его на месть за 400 лет рабства, и призывает отомстить. К тому же мальчик неприятен, склизкий какой-то, и напоминает персонажа фильма Хаббит, того который голый ползал возле Хаббита, с золотым кольцом, помните? Кстати, понятно, почему фильм запрещен к показу в Египте и Марокко. Пророк Моисей, Муса, почитаем в исламской традиции, фильм его оскорбляют бесспорно, а бешено антиегиптезский характер фильма бросается в глаза. Хотя ясно, что другие египтяне населяли в древние времена берега Нила, не нынешние простецкие арабы. Нестыковок в фильме полно, одни нестыковки. Книги исхода, Моисей косноязычен, его переводят на еврейский аэрон. В фильме Ридли Скотта, Моисей прекрасно общается с будто бы евреями. На самом деле существует распространенное историческое убеждение, что Моисей был египтянином. Эту теорию поддерживал, например, Зигмунд Фрейд, поэтому ему нужен был переводчик для общения с гастарбайтерами, что дело было не в косноязычии. Люди, решившие переселяться в Ханаун из Египта, вероятнее всего, не были еще евреями, не были народом, но были именно мигрантами, гастарбайтерами, переселенцами, членами секты Единобожия, возглавляемой Моисеем. Среди них были и египтяне и жители Аравии, и нубийцы, и жители Ханауна, сбежавшие в Египет, самую богатую страну древнего мира от засухи или других стихийных бедствий. Рабами они, скорее всего, не были. Даже еврейская традиция не особо признает рабство в Египте. Евреями эти люди стали только после сорока лет блуждания по пустыне, евреями их сделал Моисей. Кстати, египтяне написали на папирусах и высекли в камне многие тысячи квадратных километров текста, но нигде не упоминается пребывание евреев в Египте. А книга исхода ни разу не упоминает, например, пирамиды, хотя их трудно было не заметить. И ко времени Моисея первые пирамиды существовали уже две тысячи лет. Так что в Египте ли были евреи, а может не в Египте. Странный был тип Моисей. В Ханаун так и не ступила его нога. И Ордан он не переходил. Это Иисус Новин вошел с евреями в Ханаун после смерти Моисея. На склоне лет Моисей женился на Эфиопке. Настоящий был вождь кочевого государства. Безжалостный и жестокий. А Голливуд всегда был пошлый и примитивный. И Ридли Скотт, видимо, небольшого ума человек. Leave a comment.